День независимости В самом деле я помню этот день 25 лет назад, я тогда был в Симферополе, но я понимаю, что вот между 24 августа 1991 года и 1 декабря 1991 года прошло достаточно много времени, за которое несколько месяцев настроения такие проукраинские значительно возросли, в том числе и в Крыму. Потом было всякое самое разное, вот какими настроениями живет сейчас Украина и насколько сами украинцы удовлетворены независимостью своей страны, готовы ли они бороться за независимость своей страны. Вот об этом мы сегодня поговорим в нашей студии с Петром Охотиным, политическим консультантом. Здравствуйте, Петр. Доброе дня. Давайте вначале небольшое видео посмотрим, как вчера праздновали День независимости в Киеве, а вчера напомню, ну праздник, празднование было не только в Киеве, не только в столице Украины, но также по многим городам, но наверное самое большое вот такое празднование было в Киеве. И это первый за два последних года большой военный парад, а вообще это был такой седьмой военный парад за весь период независимости Украины. Давайте посмотрим. Впервые за последнее время в Киеве прошел военный парад. Президент Петр Порошенко по случаю праздника прочитал Владимира Маяковского. Украинцы серьезно готовы. Наш парад – это сигнал врагу. Украинцы серьезно готовы и дальше бороться за свою независимость. И поэтому агрессору лучше вспомнить мудрый совет российского поэта Владимира Маяковского. Товарищ Маскаль на Украину, шуток не скаль. На Хрещатике танки, бронемашины, зенитные ракетные комплексы. Всего более 200 единиц техники, тысячи солдат и офицеров. За последние 25 лет – это, пожалуй, первая юбилейная дата, когда само понятие «независимость» вызывают у украинцев споры. И в университетских аудиториях, и на домашних кухнях, и в социальных сетях все еще спорят – получили мы независимость или завоевали. Для меня этот ответ абсолютно очевиден – конечно, завоевали. Завоевали интеллектом, завоевали кровью, завоевали потом. Хотя независимости Украины уже четверть века, свой суверенитет она все еще продолжает отстаивать. Понимание этого – главное, что объединяет всех пришедших сегодня в центр Киева. Каждый пришел сюда со своими мыслями и чувствами. Но это и есть одна общая судьба Украины. Это один из самых масштабных парадов за последние годы независимости. Но с началом конфликта на востоке страны, украинцы относятся к нему совсем иначе. Теперь для них это не просто зрелище, это то, что там, на востоке, защищает их мирную жизнь здесь, в столице. Но танки на улицах Киева эмоции вызывают разные. Что же такое независимость? На этот вопрос ответ один. О том, что за независимость нужно заплатить, украинцы узнали два года назад. В 91-м независимость Украина получила как подарок. И даже за четверть века, похоже, и до конца это осознала. Это испытание. Я стала терпимее. Поняла, что важно прощать. Когда Майдан был, так у меня ночевали. Ну, просто с Майдана. И до сих пор одного еще вещи лежать. С тех пор прошло два с половиной года. За это время украинцы стали привыкать к войне. Эта страшная привычка стала чем-то обыденным. Каждодневным фоном, на котором приходится растить детей, выбирать власть и говорить о реформах. Горой оттоп! Для этих людей война на первом месте. Мавш непокоренных прошел по Крещатику, вслед за техникой. Это члены семей погибших на Майдане и в зоне конфликта. Вырвали сердце, оставили жить. В нашей стране есть люди, которые в любое время готовы подняться и защищать свою родину. Наш народ невозможно покорить. То насилие, которое нам причиняют, нас не покорит, не согнет. Украинцы единая нация, хотя и все разные. Независимость – это когда у человека есть право выбора. Черный цвет этого марша и есть та цена, которую украинцы платят за свою независимость. Так вот, на самом деле, получила ли Украина независимость свою просто так 25 лет назад? Или она действительно выбрала? Вот об этом мы сейчас будем говорить с Петром Охотиным, политическим консультантом. Петр, на ваш взгляд, что произошло 25 лет назад? Ну, взагалі, осмислення того, что произошло 25 лет назад, это, напевно, вопрос еще не одного десятилетия. И тут могут быть разные версии. Я, в принципе, с теми словами, как Левко Лукьяненко озвучил, с тем, что Украина в 91-му році не впала просто так, а за этим стоять жертвы бейців УПА, за этим стоять смерті і покарання дисидентів. И, в принципе, ця бородьба йшла невпимно. Також протягом 20-ти років довго осмислювалося, як Україна має вчинитись з радянським спадком. В принципе, теперішня влада чітко визначила, що ми від неї відходимо, навіть ми бачили нові мундири, які ближчі до Української Народної Республіки, в принципе, мова йде про це. Однако еще багато дискусій було як про російських, так и досить про українських. Я пам'ятаю, деякі політологи говорили, чому Україна так просто віддає Росії радянський міф, якщо, власне, український внесок там був великий, і варто боротися за контроль над СНД. Знаете, тут очень интересно. Вот если, например, индийские военные, да, они воювали на стороне Великобритании в разных странах, стоит ли боротися и индийским колоніальным людям, которые были колонизированы? Да, вот Индия была колонией Великобритании, стоит ли им боротися за то, что это, знаете, мы побеждали под знаменем там нашей королевы Елизаветы? Я, власне, не сказал, что я прихильник цією версии, но такие суперечки были. То есть сейчас, вы думаете, их не будет уже? Ну, и Росія, власне, тоже, мы бачим, что відшла отсюда радянского міфа. То есть у них снова в повазе Белая Гвардия, то и Устр, который они восстановят, его не назовешь социалистическим и равноправным. Это все-таки снова повернение до какого-то неопомещенства. В принципе, мне кажется, что в данном случае Украина все равно. В своем повернении до міфа ОНР больше прогрессивна, чем Россия в своем повернении до какого-то неомонархизма. И в нас все динамичнейше и краще. Окей, хорошо. Нет, ну тут просто на самом деле это интересно, потому что Украине было к чему возвращаться. Украина все это время пыталась стать независимым государством. А российская, и в принципе можно было говорить, у нас нет демократической истории сейчас или какого-то существования, потому что у нас все это забрала Россия. Россия апеллировать была не к чему, потому что у них вот эта самая демократическая история, во всей их истории, их было ровно там 8 месяцев. Да, с марта 1917 года по октябрь 1917 года. Ну и никто по-тишу не хотел отновлевать Россию Керенского. Мова завжди шла, або про повернение до большевистского міфа, або до царского. Ну какие-то совсем оригинальные люди говорили, а давайте вообще вернемся там еще к тому времени, когда нас не колонизировали славяне. Хорошо, давайте так, вернемся к Украине. Значит, один из американских координаторов санкций против Российской Федерации спрогнозировал, какой Украина будет через 25 лет. Давайте посмотрим, вот, как бы, Украина учима за кордоном. Яким ви бачите майбутнє України, скажімо, через декілька років? Что саме Україна має зробити, аби стати процвітаючою, чи щонайменше стабільною в регіоні? Я б хотів бачити Україну через п'ять років процвітаючою, демократичною і з більшим військовим потенціалом та можливістю захистити себе. Країною, яка самостійно може обирати напрямок розвитку. Чи то євроінтеграційний вектор, чи то будь-який інший, який громадяни України оберуть за потрібний. А це означає проведення складних реформ сьогодні. Тому що, на жаль, досягнення високого рівня розвитку, будь-то через 5, 10 чи 15 років, вимагає багато складних рішень вже сьогодні, і деяких з них в економічній сфері. Тут і тарифи на електроенергію, і зміни в банківському секторі, а також реформа в оборонній сфері. Важкі рішення повинні бути зроблені для оптимізації структури Генерального штабу. Такого роду реформи важкі. По-перше, через фінансове становище. По-друге, народ має звикнути до нових правил, які впроваджуються. Але, чесно, можу вам сказати, що усе це зводиться до одного суттєвого але. І це верховенство права. Якщо у вас не буде працювати закон, то усі ці зусилля з реформами просто не матимуть сенсу. Тому що усе це є докорінно пов'язаним. І найголовніше, мати систему, яка має імунітет до зовнішнього втручання. І якщо мати систему, якій люди довіряють, коли вони можуть висловити свою точку зору, коли усі справи йдуть так, як пише закон, тоді і країна процвітатиме. Тож я впевнений, що верховенство права – ключ до успіху України. Україна наразі переживає надзвичайно складний політичний період. Можна відчути, що вона дуже розділена. Дехто вже зубуває про мрії революції. Я лише закликаю український народ чітко зосередитися на завданнях і ідеях, за які вони стояли на Майдані. І щоб українська влада була відповідальною перед українським народом. І щоб українські лідери робили те, серед чого в країні відбулася революція. Я думаю, що абсолютно можливо Україні через 25 років стати повністю проєвропейською країною. Можливо, не в складі Європейського Союзу, проте близькою до цього. Країною, яка певною мірою успішна, суверенна, вільна. З Кримом чи без, я не знаю. Проте український народ матиме змогу бачити майбутнє для себе. Воно не буде ідеальним, але буде набагато кращим, ніж сьогодні. Пройде ще 25 років і вони будуть горді, що не всі, але більшість обіцянок, які вони дали собі під час Майдану, виконані. Це можливо. Дякую дуже. Слава Україні. Слава Україні. Я ж з цих сихуривків виділив дві речі, про які вони сказали. Це верховенство права і відповідальність влади, які нерозривно пов'язані. Без цього не працюватимуть ні якісь реформи, через які хтось наживатиметься, а інші все це оплачуватимуть, що ми бачимо зараз. Через це знову буде питання того, питання узурпації влади, питання кастовості, поділу на своїх і на своїх. І всьому якраз і є такий виклик як для влади, так власне і для народу. Як зробити так, як змусити владу працювати на народ і при цьому не послабити зовнішній фактор, не відкритися для російських військ, для російського впливу. І це найскладніше, що зараз є в теперішніх реаліях. А, кстати, вот об цьому же говорил в своєму інтерв'ю і Петр Порошенко. Інтерв'ю це було телеканалу американському СНН. Він напомнил о Будапештском меморанду. Він сказав, що в 94-м году Україна підписала Будапештський меморандум, согласно якому ми добровольно відказалися от третього, крупнішого. Покажіть відео. В мірі ядерного арсенала в обміна гарантия беззапасності, суверенитет і територіальна цілісності со сторони стран вот этой большой пятерки, включительно США, Великобритания і Франції. Це проблема не тільки Україна, це проблема всього міра. І Америка, як мировій лідер, дозна бороться з нами бок о бок в ці дні за мирову стабільність і беззапасність. Ну, Пётр Порошенко, на самом деле, в цьому інтерві сказав ще одну дуже важну вещь. Він сказав, що якщо хтось думає, що з РФ можна договіритися о якихось вещах, то він ошибається. Тому що Путину не потрібен Крим, Донбасс отдельно, чи якась кемська власть. Путину потрібна вся Україна. В Україні, мені кажучи, до сих пор далеко не всі люди розуміють, що Путину потрібна вся Україна. Це даже в Україні. Але якщо в Україні не розуміють, чому це потрібно розуміють там на Западі? Ну, по-перше, я згоден з вами, що Путину потрібна вся Україна. Це президент Порошенко сказав. Це ніякі не метафізичні, не панславіські ідеї, а це банальна мілітарна стратегія. Тому що на Україні зручно воювати. Завжди, коли Україна була з РФ, ми бачили прийство у війні, зручно Україну здати під плацдарм і потім відвоювати це. Так склалось. І тут в нього дуже цинічна хижацька мотивація. По-друге, проблема теперішньої України в тому, що вона поки що не змогла конкретизувати свої інтереси із зовнішніми партнерами. З тими самими Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщію. Наведу для прикладу. Знову таки, часто звинувачують, що Росія лобіює інтереси в Німеччині. Однак ці інтереси вимірювання, їх можна отримати. Німеччина – це перший зовнішній політичний партнер в Росії. В них найбільша доля імпорту, експорту. І про це є офіційна інформація. Просто введіть. Вед, Германія, Росія. Німеччина зацікавлена в російських енергоресурсах. І, власне, Росія і фактор більш-менш сильної Росії допомагає знову таки Німеччині і Франції, як сильнішим країнам Євросоюзу, певним чином маніпулювати в тому числі і Сполученими Штатами Америки, і Китаєм. Тому що якби цього фактору не було, не було би потужно-агерсивної Росії, не було б ще одного можливого союзника, на якого можна було би розподілити. І тут питання в тому, яке місце займе Україна в цьому світі. Зараз ми дійсно такий непривабливий партнер, який постійно просить схожий власне на таку сторону. Смотрите, вот вы говорите, да, там непривлекательний партнер, но дело в том, що в Україні не появится нефти. Ну вот нет у нас нефти, ну есть она в трубі, да, но эта труба все равно из Російської Федерації идет. Вот не можем мы Германии дати нефть или газ, просто потому, что у нас их нет. Мы не можем стать, мы не можем Германии заменить Росію. То есть все, в принципе. Вот здесь можно поставить точку и сказать все. Росія всегда будет интереснее для Германии, чем Украина. Ну, в будь-яких зовнішньополітичному аналізі ми бачимо, коли є основні держави, є так звана друга периферія і третя периферія. Я згодний з вами, що з Німеччиною тут не вдасться домовитися і потрібно шукати точки дотику з країнами, в яких теж є певні політичні конфлікти з тією самою Німеччиною. І найближчою до нас це є Польща. І саме через це, мені здається, вкладено багато було ресурсів, щоб відновити питання Волинської різні і трішки перекреслити нам цей факт. Ви маєте в виду Російську Федерацію? Так, так, Російську Федерацію. Тому що, власне, Польща завжди показала себе як форпостом більше все-таки Сполучених Штатів Америки. В Польщі теж є певне бачення своєї ролі в світі. І це якраз є простір для нашої гри. І тут є і оборонні можливості, це, можливо, розписування того, яку агропродукцію постачає Україна, яку Польща, і вплив на це. І розмова не завжди мовою історичної минулого, але й мовою конкретного бізнесу. Тому що бізнесмени дають гроші партіям, так чи інакше, бізнесмени допомагають громадським структурам. І нам потрібно заплющувати очі, з цим потрібно працювати. Це люди хотят такого узурпатора себе. Давайте послушаємо, що ці люди думають по поводу України. Воспринимаєте ли ви Україну як независиме держава? Я б хотів, щоб вона була независима, щоб вона продовжилася, по якому путу пойдет. Ну, все-таки, я росіянин, але татарин. Русський, Белорусський, а Україна, вона єдиний народ, братський народ. Делить там нещо. Ну, хочеть, Евросоюз, пусть йдуть, правильно? Не воювати. Одного мужа, москаль, жена хохлушка. Как їх делить? Я хочу, щоб у них действительно состоялось, як государство, дружеске, соседське. Вони переживають те, що в 90-х годах, що в Росії переживали. А що в нас було, в Госдумі, то, другое, як раз у них відбувається. Ну, наоборот, треба помочь, не критикувати там то, другое. Треба помочь, подсказати по-доброму. Добро завжди, а на добро. Ну, нет, вообще я там никогда не був, ну, нет, не розпринимаю. Ну, конечно, да. Украина, да, другое государство. Как Украина, как независимая. Ну, я так не задумывался об этом. Ну, она как была отдельной страной, так и, да, и является отдельной страной для меня абсолютно самостоятельно, на мой взгляд. Нет, они наши, и мы ихние. Мы вместе должны быть. По-другому никак. То есть в одном государстве? Ну, конечно, как и было. А что, было плохо разве? Только чтобы законы внутри работали. Ну, как бы, да, это своя страна со своими законами и со своим народом. Страна перед выбором. И вот какой у них выбор будет? Я его принимаю. Ну, да, конечно. Почему нет? Независимо от кого, смотря, вообще. Ну, независимо от государства самостоятельно. Ну, да, конечно, как и любое другое. Конечно, она независимая государство. Нет, это не независимая государство. Ну, и сейчас под внешним управлением, в принципе. Нет. Почему? Потому что она никогда такой не была. Нет. Почему? Ну, потому что она под внешним управлением. Воспринимаем. Естественно, воспринимаем, как их есть. Воспринимаем. Все. Желаем ей добра. Ой, скорейшего с Россией договориться. Скорейших успехов. Вообще воспринимаю. Вот накануне День независимости, что бы вы пожелали Украине? Благополучия. Благополучия, дружбы. Что есть? Что бы все было хорошо. Спасибо. Я надеюсь, что у нас действительно будет все хорошо. А мы продолжаем нашу беседу с Петром Ахотиным, политическим консультантом. Петр, на ваш взгляд, ну вот понятно, что среди россиян есть разные точки зрения. Кто-то воспринимает Украину, кто-то не воспринимает. Но это Москва еще надо учесть. То есть это не какая-то там российская глубинка. Это Москва, где там достаточно много людей не голосовало за действующие власти и так дальше. Но в наших отношениях, то, о чем говорил президент Порошенко, о том, что там Путин хочет всю Украину. Что-то может измениться в ближайшее время или нет? Ну, я бы разделил державные интересы, в том числе, державную позицию Российской Федерации, которая идет в том числе через канали, и самая такая вещь, она впливает на глубинку. И на то, что есть какие-то колы, с которыми можно працювать или нет. Точно нужно працювать с разными колами. Помнимо, что еще в 1993 году часть россиян обороняла парламент и фактически была готова померти, а где-то и загинув, обороняющий ту еще демократию. Довгий час были разные протестные настроения, даже там болотная площадь. И те, что сейчас таких оппозиционных рухов нет, это великой мировой просто вынищено. Есть лидеры оппозиции, которые або находятся за кордоном, або арештованы. И, в принципе, есть что сделать демократично Россия, которая была бы необходима Украине. Однако я бы не говорил, что с россиянами не можно ничего иметь через то, что они россияне. Однако завжди має бути понимание того, что уже не может быть Украина полностью ориентироваться в своей экономике на Российскую Федерацию. Мое быть диверсифицировано. Для примера, подивимось структуру экономики Туреччины, как они влаштовывали свою экономику. Это даёт нам простор для маневру. Ну и важно помнить, что будь-якие соседи, они очень часто вразливы до конфликтов по разных причинам. И в данном случае Россию всё равно нужно понимать, как возможного внешнего агрессора, мать план действий на випадок конфликтов. Почему же возможного? Ну а на реальный агрессор? Реального агрессора. То есть я имею в виду, что, возможно, при разных изменениях влады, концентровании влады в разных группах то что. И это один из наших наиболее сильнейших соседей протяжении всего жизни. Видите, мы как-то говорим, мы пытаемся подвести итоги 25 лет независимости, но празднуем, во всяком случае, разговор всё равно выходит о России. Например, сегодня господин Путин отдал приказ о проведении очередной проверки боеспособности сил Южного этого самого своего военного округа. На ваш взгляд, это связано опять-таки, вот то, что часто очень говорят о том, что Путин любит символизм, да, и вот такой подарок устроит там на День независимости, как два года назад там в Соловайском. Или это просто действительно учение и не стоит этому придавать какого-то особого внимания? Ну, по-перше, за эти 25 лет, хоть и трагично, но таким плюсом я те, что большинство украинцев побачили справедливое обличие Российской Федерации. До того, много кто сомневался в том, что она вообще может делать какие-то действия против Украины. Сейчас это уже доконанный факт и тяжело найти прихильника русского мира в Украине, которого не засудили. Я иногда, знаете, иногда встречаю даже в Киеве таких сторонников русского мира. И уже это не я массовый, даже оппозиционный блок уже не делать это главным камнем своей пропаганды. И я вважаю, что это достигнение. Щодо вашего вопроса, я думаю, что загроза завжди есть, доки есть российская МИЦ. Также сейчас достаточно плохой внешний политический фонд для Украины. Загроза может быть завжди. И в данном случае Украина должна расширить все-таки мережу территориальной обороны, на случай, если Россия начнет массовый наступ. Он постоянно возможен. И в данном случае мы должны всегда быть готовы к ней гиршего. Понятно. Хорошо, давайте мы знать еще что. Я хотел, чтобы вы посмотрели небольшое видео о том, как в Крыму отметили День независимости. На самом деле это очень важно. В Донецке, значит, там ребята поставили гимн Украины, чтобы он поиграл несколько минут на одной из центральных улиц города. Но я хочу, чтобы вы посмотрели, как праздновали День независимости Украины в Крыму. Было достаточно скромно. Люди просто пришли, принесли цветы к памятнику Шевченко. Покажите это видео. День независимости Украины Почему люди подходят поодиночке? Потому что согласно законодательству Российской Федерации, которая де-факто действует сейчас в Крыму, если уже вдвоем, то это будет уже массовое собрание. За массовое собрание штрафы, суды, так называемые, Российской Федерации в Крыму могут припаять от 10 до 20 тысяч рублей штрафа. Или 40 часов исправительных работ. Именно поэтому люди подходят и поодиночке возлагают цветы к памятнику Шевченко на День независимости. Но и очень важно еще, что Петр Порошенко тоже в своей речи на День независимости 24 августа обратился к украинцам Крыма и Донбасса. Он сказал, дорогие мои, мы вас любим, мы о вас помним и настойчиво боремся за ваше возвращение в Украину. И подчеркиваю, делом это политико-дипломатическим путем, потому что думаем о вас. Это слова Петра Порошенко. На ваш взгляд, если с Крымом это отдельная история, с Донбассом совсем отдельная история, когда возможно возвращение все-таки контроля на территории Донбасса со стороны Украины? Ну, тут может быть много сценарий, если оно будет просматриваться так, как просматриваться сейчас, то тут, насправді, перспективы очень туманны. Потому что, наверное, если будет де юре восстановлена экономическая деятельность, все равно эти территории будут под контролем бандитских угрупований, еще и в мере легализованих, и Киев над ними вплива не матимет. Если говорить о зиткнении ЛОБВ, скажем, о армейском наступе, это также очень малоимоверно, враховываясь, что у нас нет потенциальных союзников. И такой наступ на Донбасс, так и отвертое зиткнение с Российской Федерацией, в принципе, стало бы причиной конфликта значительно большего масштаба, чем на территории Украины. Поэтому, я думаю, что ситуация будет подобная, как с Принесторовым, это будет такой прямороженный конфликт протягом многих лет, и наиболее будет население, которое попало все-таки на эту территорию. Им будет тяжело выехать куда-то за кордон, легализовать свои документы, и они, фактически, уже есть заручниками этой ситуации. Хорошо, давайте. У нас есть телефонный звонок, мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Я говорю, алло, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Мы вас слушаем. Но, извините, да, как бы, я понимаю, я понимаю. Я вот что хочу сказать. Я услышала, услышала Порошенко, как он нас любит, и как он о нас думает. Говорите, пожалуйста. И как он нас думает, значит. Так вот, я одна из многих миллионов тех, о ком он так любит. Вопрос ваш в чем? Да, он нам отрезал пенсии, соц. выплаты. Так, а вы откуда, понятно, вы откуда звоните? Вы откуда, вы откуда звоните, скажите? В июне, вы откуда звоните? Подождите, стоп, уберите так, давайте так. Так, значит, не отвечает человек, откуда звонит. Я не буду тогда продолжать такую беседу просто с высказанием. Но я услышал, в принципе, да, человек, я могу предполагать, только человек, что звонит с востока, говорит, отрезали мы пенсии и так дальше. Вот что вы скажете этому человеку? Ну, я думаю, що якщо вони ще не чинять ніякого спротиву, якщо вони фактично логатимизують донбасський режим, не пишуть листи в міжнародні організації, то, в принципе, вони заслуговують на те, що мають. Коли була Другосвітова війна, ми знаємо, що американці садили констабери японців, які могли бути теоретично зрадниками. Є успішний досвід Сталіна, хоч і засуджений різними режимами, про те, як працювати з людьми на окупованих територіях. На жаль, це успішні варіанти. І, власне, якщо люди ходили на референдум, або мовчики підтримували бойовиків, якщо зараз вони теж не організовуються і не показують, ну, власне, це їхня доля. Тут я займаю таку досить радикальну позицію. Я вас услышал тоже, да, ну, где-то, мне кажется, что правда где-то посередине, потому что женщины и дети не могут, знаете, объединяться и выступать тоже против вооруженных людей, когда этого не делала, в том числе и армия, да. Хорошо, спасибо. Пётр Охотин, политический консультант, был гостем нашей студии. Сегодня говорили о 25-й годовщине Украины. Оставайте с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Дякую за перегляд!